привет всем кто смотрит это видео сегодня предлагаю приготовить соус баланьеза который идет для приготовления пасты или лазаньи конечно же в этом рецепте впрочем как и в других моих видео рецептах будет гулять моя фантазия надеюсь рецепт от этого только выиграл и вы по достоинству оцените его и вот такая красота должна у нас получиться к тому же это еще и очень и очень вкусно овощи которые я здесь использовала хорошо подошли к приправам и фаршу и вкус вышел изумительный в общем давайте готовить для приготовления соуса баланьеза нам потребуется 500 грамм фарша у меня смешанный 1 средняя морковь 2 средние луковицы 1 небольшой корень пастернака вместо него можно взять корень или стебель садерея или какие-либо другие овощи которые у вас есть пол стакана белого сухого вина 2-3 столовые ложки томатной пасты их развести в пол стакане воды 1 чайная ложка сладкой паприки 1 чайная ложка смеси итальянские травы адыгейская соль и смесь перцев по вкусу и растительное масло для жарки сначала мы режем овощи лук режем кубиками пастернак трём на терке ставим сковороду на плиту и наливаем 50-40 грамм растительного масла и нагреваем его выкладываем овощи в сковороду и припускаем их до прозрачности лука сильно не обжариваем выкладываем фарш в наши овощи хорошо перемешиваем и начинаем тушить в собственном соку фарша затем когда выкипит сок понемногу подливаем воду по 2-3 столовые ложки накрываем крышкой и продолжаем тушить иногда повешать иногда помешивая тушим около 20-25 минут затем добавляем томатную пасту разведенную в пол стакане воды перемешиваем и даем протушиться с пастой 5-6 минут следующим этапом выливаем сухое вино наше блюдо снова перемешиваем и тушим 5-6 минут и вот теперь маленькая хитрость чтобы нам не тушить наш соус полтора-два часа как заявлено в рецепте пока фарш не разварится сам мы берем толкушку обыкновенную толкушку для толчонки и ею прямо на плите доводим наш соус до однородности и даем протушиться снова всего 5-6 минут солим соус по вкусу по мере выпаривания воды не забывая не забываем добавлять ее по 2-3 столовые ложки перчим по вкусу добавляем чайную ложку итальянских сухих трав вы ориентируетесь снова на свой вкус больше их положить или меньше кстати приправы итальянские травы и прованские травы имеют абсолютно одинаковый состав и продаются в любом супермаркете добавляем одну чайную ложку сладкой паприки все хорошо перемешиваем тушим еще 35 минут и наш соус балангеза готов в общей сложности соус мы готовили около 50-60 минут не больше и вот такое красивое аппетитное ароматное блюдо у нас получилось а какое оно вкусное в этом блюде как мне кажется овощи можно выложить те на какие ваш глаз упадет а вот приправы лучше положить по рецепту именно эта смесь специй итальянские травы дает свой пряный аромат и вкус блюда если вам понравился мой рецепт не забывайте про лайки так я буду знать что не зря стараюсь и конечно же жду вас на своем канале в качестве подписчика колокольчик оповестит вас о выходе нового видео ну а я не прощаюсь с вами а желаю вам хорошего настроения удачи в делах и конечно же приятного аппетита пока пока